Здравствуйте! На библейском портале Экзегет постараемся ответить на вопрос. Зачем молиться за умерших? Разве можно им помочь? Ну, в принципе, мы должны стараться общаться с дорогими и близкими нам людьми, даже если мы не в силах им помочь. То есть ребенок, он проявляет любовь к своим родителям не потому, что он готов им чем-то помочь. Понятно, с определенного возраста уже какая-то помощь дома, и игрушки свои на место положил, и пошел потом в магазин за продуктами сходил, а потом ребенок вырос, стал взрослым, и наоборот старику, отцу или старушке матери помогает. Но опять же мы еще понимаем, что мы молимся по отношению к Богу. Богу наша помощь вообще не нужна, он ни в чем не нуждается. И вообще это некоторый языческий подход считать молитву заклинанием, которое должно произвести какой-то эффект. Молитва – это живое общение. Живое общение с Богом, живое общение молитвенное с людьми, с которыми мы вместе молимся, например, в храме, или дома молимся перед едой с домашними, и такое же живое общение с умершими. Умершие для Бога все равно живы. Когда Господь, можно сказать, даже, можно сказать, с некоторой досадой восклицает в Евангелии от Матфея, «Я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова», цитирует Ветхий Завет, «Бог не есть Бог мертвых, но живых». Потому что те, кто с ним спорили, иудеи, они постоянно повторяли, «Мы вот потомки Авраама, Исаака и Иакова». И Христос им говорит, «Неужели вот вы постоянно вспоминаете всех людей, вы просто апеллируете к мертвецам?» Нет, вы апеллируете к душам живых людей. При этом надо понять, не в силах были иудеи помочь Аврааму, Исааку и Иакову, потому что врата райские были затворены, и все праведники, в том числе Авраам, Исаак и Иаков, были в аду. И как бы люди ни молились, они все равно им не могли помочь. Но это все равно по-прежнему важно. Поэтому даже молитва нас, грешных, недостойных людей, молитва самого страшного маньяка и преступника за умерших, все равно для умерших очень-очень важна. В книге «Премудрости Иисуса Сына Серахова» сказано, «Милость сдаяния добудет ко всякому живущему, но и умершего не лишай милости». Кстати, именно эти стихи напоминают нам, что в отношении усопших мы можем помочь не только молитвой, но и благодеяниями, то есть заботой, в том числе раздачей милостыни, помощью кому-то в память об усопших людях. Потому что если наша любовь наполняет сердце, она преодолевает границы жизни и смерти. Каждый христианин должен подражать Христу. Христос свою любовь и свое желание спасти род человеческий распространял как на мертвых, так и на живых. Он посылает пророка предтечу в мир живых, он приходит, проповедует иудеям, его современникам. Пророк предтеча господин Иоанн усечен мечом, и он сходит в ад, и там благовествует праведникам, находящимся в аде, что и теперь через полгода придет и к ним Христос Спаситель, чтобы вывести из этой глубины тьмы. Если Христос заботится и о мертвых, и изводит падшего Адама вместе с Евой из ада, и о живых, точно так же и мы, если мы христиане, если мы ориентируемся на Евангелие, точно так же и мы обращаемся в своей молитве к общению с Богом и живыми, и к общению с Богом и мертвыми. Кроме того, надо понимать, абсолютная вечная смерть, она будет только в день последнего страшного суда. Вспоминаем у апостола Иоанна Богослова, что Господь придет судить, и будет для одних это воскресение жизни, а для других воскресение суда. Причем даже не скажется на смерти. Но, конечно, пребывание в аду в конце времен это уже не совсем жизнь. Это сложно назвать. Это существование, пусть и существование вечное. Пока же до страшного суда, пока мертвые не воскресают, пока Господь не пришел, это мы точно знаем, потому что его явление будет от края небес до края небес, и этого мы не заметить не сможем. До этого момента абсолютной смерти нет. Есть некоторое временное разлучение души и тела человека, которое закончится. Поэтому и мы, если мы продолжаем любить, если мы верим, что любовь побеждает смерть, то мы будем молиться за своих усопших близких и вообще за всех усопших людей. Если же мы не готовы молиться за усопших людей, то значит наша любовь смерть не побеждает. И значит и для нас, и для нашего спасения души невозможно победить смерть. И значит смерть вечная, увы, ждет каждого такого человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова